Это точная модель карьера, уменьшенная в тысячу раз, очень подробная и реалистичная. У посетителя ощущение, будто Париж в небе, и рассматриваешь настоящий с высоты птичьего полета. Интерактивные экспонаты, 3D-технологии, голоса из прошлого. Здесь хочется узнать обо всем и сразу. Удержать внимание на чем-то одном практически невозможно. В этом музее все по последнему слову техники. Кимберлитовая трубка, но что внутри? Чтобы узнать больше, достаточно поднести планшет к маркеру. В этом музее вместо привычного правила «руками не трогать» действует все с точностью наоборот. Руками трогать можно и нужно. Например, здесь сенсорный экран, на котором можно поиграть настоящую викторину и ответить на вопросы, связанные с алмазодобывающей промышленности. Я первую! Я первую совершаю! На другой сенсорной панели игра попроще – собрать драгоценные камни в тележку. Здесь и у взрослых просыпается настоящий азарт. Дальше черный, черный, черный бери. А здесь вертолет геологов Ми-8 сканирует местность на предмет магнитных аномалий. У интерактивного видеоскопа задерживаются чуть дольше. Каждому хочется открыть алмазное месторождение. Тут весело и очень много можно узнать о мире. Мне понравилось все. Тебе понравилось. Еще придешь? Да. Мне понравилось. И запомнилось мне больше всего, что алмазы называют… Ну, мне… Ну, тут прикольно. При всем обилии интерактивных экспонатов главное место здесь – у самой настоящей палатки первооткрывателей. Посуда, ковер, примус и печка-буржуйка. Даже экземпляр газеты «Мирненский рабочий» – все начало 60-х годов прошлого века. В музее можно увидеть, как и где добывают уникальные алмазы, рассмотреть личные вещи геологов и даже услышать их голоса. Надеваешь специальные наушники, каску и погружаешься – увлекательный рассказ от ветеранов алмазной промышленности. Ожившая история, которая создается здесь и сейчас. Ксения Исламова, Алексей Меркулин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».